бесполезно ну а тем которые мясоеды с вами студия марии карпинской новое планетарное телевидение и мы находимся уже в новой студии и тема которая сейчас идет мясоедение и вегетарианство веганство а некоторые уже просто вообще ничего не едят значит ты всегда был мясоедом нет не всегда я тоже тоже грешил вегетарианство а много лет вегетарианцем тебя зовут константин его зовут константин я своей радости был недолго всего три года и что за эти три года ну что все-таки надо вернуться к мясу конечно стать хищником я просто даю это выбор это выбор это выбор а у тебя же тоже ты вообще 15 лет сидела да это у нас светлана большую затей ревана светлана помимо этого чем ты занимаешься кратенько ну я-то понятно я занимаюсь изучение мы следуем для древней русской культуры наследие обрядов мировоззрения славянской мировоззрения методика очищения сознания именно тех которые оставили нам наши предки так я надеюсь что наши предки не ели мамонтов они до или молоко в них брали совершенно точно не ели мамонтов у меня есть точка зрения на вот на хищничество такая что есть специально созданные животные которые для питания были созданы для животного белка но мы созданы тоже для кого-то чтобы нас тоже как надо или до как сказать я нет это моего или давили там использовали конечно то есть это вот такое смирение а то что ну раз и вот животные эти даны для питания причем что ты не заметила что почему-то хищное животное типа тигра несъедобны а почему-то говорят вы ешьте овечек бедных коровок добрых животных то есть доброту везде надо пожирать а все зло оставлять тебе не кажется что это интересно хищные животные тоже были созданы для того чтобы убирать больных животных в первую очередь первую очередь первую очередь ловит больное животное слабое кто который не может от него убежать он даже не будет ловить новорожденное животное даже не будет ловить потому что за него заступятся взрослые животные константин а как ты думаешь могут ли такие как тигры хищники есть и морковку например перейти на морковку если но почему нет нет а когда-то когда такие случаи бывают знаешь про такие случаи когда если не будет рядом то человек берет маленького тигренка или львенка и начинает его кормить только вегетарианской пищи вот он становится вегетарианец собак у меня много знакомых у многих у нас кошки едят кабачки морковь да почему очень любят морковку с подсолнечным маслом они все равно при этом при этом они кушают ловят мышей понятно а вот такое устройство мира именно такое она вообще устраивает окажется нормальным вот меня лично нет если взять какую-то моральную сторону которая она у нас все равно гуманистическую но на 1 субъективное да гуманистическое с моей точки зрения мил хотелось конечно что вне было хищнического поездок дали чтобы не было пищевой цепочки давай такè получается так что есть некая пищевая цепочка который один поедает друг друга один другого один другого и все построена на этой пищевой цепочки а как ты думаешь можно эту цепочку было бы разорвать просто взять и разорвать кто-нибудь бы как ну мы же слышим теоретически что есть правда нет хотя практически когда с ними встречаешься на деле это не оправдывает потому что они заявили по факту их никто не видел хотя есть вроде бы попытки перейти на энергетическое питание разорвать эту цепочку выйти вот из этой матрицы в индии есть один гуру человек как такой в возрасте он с детства ничего не ела не пил врачи посадили индусы его в палаты проверяли камеры стоят в общем они поняли что у него как процесс по-другому это исключение это исключение из сколько у нас народу живет на земле в принципе и в принципе если мы сейчас походим по земле и поищем мы может быть еще такого же найдем где-то до полного я встречалась джаз мухин такой я разговаривала с ней да она я знаю точно что она не ест но пьет кофе ну какие-то вещи такие а так не ест у нее есть водные какие-то вещи говорят что у нас на кубани то есть как я сша кто не баранова зинаида баранова здесь но она не подтвердилась что она не ест потому что каким образом не подтвердилась тут у нас из из да кто-то был там до сундаков сказал что все таки можно я скажу я не доверяю сундакова не на ни одному его слову сундаков я не знаю почему я ему не доверяю даже не слушаю не хочу смотреть потому что этот человек больше склонен к бизнесу люди которые находятся в состоянии бизнеса они с ним нельзя доверять вообще нельзя их слушать речи потому что они выстраивают все только в том плане которому и выгодно и я разделяю людей на людей бизнеса на людей честно допустим федя конюков это очень честный человек который глава вокруг я совершенно точно про него знаю что он абсолютно чистый честный но сейчас стал священником ну неважно он чист и вот я любого человека могу разделить и посмотреть чист невинен или использует махинации ради бизнеса но это так просто манипуляции словами текстами понятиями чем угодно такой маятник да как бы маятник вот смотрите сначала маятник отклоняется вегетарианство все вегетарианцы и начинает тут же процветать бизнес продуктов вегетарианских тут же открывается магазин это когда у многих людей что-то не получается и все это дорогивизна вырастает берут и отклоняют маятник другую сторону же игра такая это все искусственно навязано до искусственно то сама можно вопрос а вот сама природа если взять всю эту искусственность и послать к такой-то матери на катере а просто заглянуть свою собственную природу вот в свою вот я правда я с детства 6 лет я жила в деревне и когда где-то резали поросенка вот он кричал я убегала в лес рыдала не может это опять же есть люди которые могут зарезать этого поросенка вот это же есть собственная природа то есть я моя природа она вся склоняется к тому чтобы не трогать все живое то что обладает кровью потому что я я к ним благосклонна ну как это сказать не нужно найти возможность заменить каких-то создать какие-то продукты которые заменяют которые необходимы для построения нашего но дело в том что здесь есть такая одна вещь когда ты идешь к врачам извиняюсь тут у тебя там сразу выстраивают целую систему что у тебя надо какой-то кремний белок манок и так далее я не хожу к врачам я просто к себя слушаю я не хочу ходить к врачам потому что мне там наговорят и дадут чего-то такое вообще припишет потому что это было создано тоже искусственно вся эта медицина была создана искусственно и придуманы болезни на самом деле допустим даже цепочки днк можно выстраивать словами вначале было слово слово было у бога поэтому допустим слова определенно до можно выстраивать можно белок нагонять вот кстати островский такой виталий он об этом говорит алькетарианстве белка в этих вот зеленых вещах больше чем мяч и он врач он врач с многолетним стажем доказывает что человеку мясо рыба не нужны мало того он говорит о том что человеку нужно сырые овощи и сырые фрукты что это лучше что надо 80 процентов сырого и 20 процентов вареного на протяжении полу полторы тысячи передач у него он уже очень давно вещает очень популярен виталий островский наберите до известный товарищ он вещает об этом и он говорит что человек я тоже склоняюсь к тому что возможно китайцы которые едят собственных детей варят вот выкидыши да ну вот я бы даже если мне заплатили миллион долларов и сказали съешь я бы не смогла это конечно запредельные уже вещи очень запредельные раньше вырывали сердцевые врага ели сырым кто-то там да какие-то племена был бы юмор это тоже черные вот и опять же наконец-то приходим кажется ты сказала нечаянно слово которое приводит к тому к чему приводит ты знаешь славянство чернобог и белый бог да и так на земле существует как бы что это сказать две группы две группы чернобожники или демоны или как их называют и ангелы здесь они во плоти все ходят да конечно ангел никогда в жизни не сможет вот как я я ангелического содержания я не могу это демоническое содержание если у человека он может спокойно резать работать нами собой не он все это может для него эта проблема не составляет почему потому что у него другая структура разобраться что такое асуры и демоны ангелические существа просто человеке которые еще там куда-то идут но это помогает только индия веды там все знания нигде знания не сохранились везде стерты перевраты завраты и только в индийских ведах и вот этих пор она там все это есть и есть эти боги главные и каким образом между прочим ведь там три бога брама вишну и и шивы и как дальше его удалился медитировать чтобы сотворить там чего такое лучшее в это время прямо сказала какого черта его ждать сейчас мы все сами сделали и сделали животных они растения не сделали это внушила сделал а когда животные сказали а мы вот есть хотим быть ну жрите друг друга все его слова была такая что все так и случилось то есть за что же его ему отодрал голову как известно почему не сделали так чтобы есть не надо было позднее мне кажется шива это тоже позднее до того был человек лучезарный ну это была другая структура это духовная но вы знаете наверное что евреи немножко пишет про это адам кадмона адам решен один адам это мир духовный где вот это все и второе это уже вот это я хотела созданы но по всей видимости не для развлечений все таки вот им всем фиг этот они используют использовали нас уже для развлечений как как смогли так и управили ну да как но мы должны сами научиться управлять собой найти свою природу какая у нас кстати если у человека демоническая природа то он демон тут ничего не сделать все равно будет никакой траты времени на это ну я вот последнее время все что растет на огороде вот эту траву берешь там пожевал и я сыты и чувствую что я с это но у меня вот все равно появились определенные проблемы которые связаны с индии кстати потому что другая там структура и я попала под другу под раздачу там серьезную но это неважно ну принципе все равно помрем все равно помрем зачем я буду отступать от своей природы и есть то что если вам внутреннему голосу да что вот если по природе хочется ему есть хищник все пусть ест вот и так получается что на земле есть разные люди да ну говорят не только люди сущности там вообще чё только нету и этого нет как говорят и того нет и все они разные все разные вот и если люди разберутся где-то и хорошо что все разные такое многообразие мира уравновесить вот чтобы одно над другим не превалировала жила как-то вот в мире и сотрудничестве вот это самое главное чтобы как это сказать не губили ангелов не губите ангелов да они вам пригодятся ну и так далее а те кто другие ну я не могу я стараюсь заменять и даже видеть это не могу мне если по из пальца вот вот это вот сделают я в обморок упаду то есть я очень чувствительный человек я такая изменять своей природе нисколько я не буду потому что мне уже сколько лет куда изменять уже на стою на краю могилы спросил успехи не смысла себя так перелопачивать потому что надо же чтобы был смысл вас ну да значит каждый должен искать свой смысл образно говоря демонические структуры должны искать тоже свой смысл и развитие и если их рядом ставят с ангелическими как вася он стоял со мной рядом для чего он смысл в чем смысл этого всего развития дать ему развитие я же ему дала развитие толчок какой-то у него научилась тоже многому тоже поняла сотрудничество и сотрудничество некая такое суп соуса у как говорят пахтане океана возможно так что мы пока остаемся каждый на своем но есть в гостях у меня вы будете есть только вегетарианскую печень хорошо но я не ожидала что света съехала с вегетарианство и стала это благодаря тебе смотрите это соединение такое произошло и вы ее стащили а дальше смотрите какая вещь если вы допустим где то написано что надо есть и новорожденных детей вы найдете все материалы о том что это полезно нужно если есть определенные не есть ничего вы найдете все материалы что не есть ничего правильно если вегетарианство вы найдете все по вегетарианству если мясоедение про оправдание всему оправданию есть сегодня да вот такой формации масса масса выбирайся да и ухожда и каждый но вот 15 лет было из соступила с пути ангелического пошла куда-то в другой выполнять очень хорошо осознаю и нужно вместе можно сейчас сейчас переваривается все это нормально и как бы все нормально я по чуть-чуть иногда просто возможно что все таки у тебя природа не ангелическое и ты как бы хотела идти по этой линии было быть ангелом но не вышло да и по тебя назад забрали вот а у кого ангелическая природа они не могут при всем своем желании вот даже если не но невозможно невозможно когда я захожу в магазин и слышу запах там рыбы откуда-то или мясо все у меня уже можно приготовить можно приготовить рыбу там или мясо таким образом я не надо будет абсолютно без запах и абсолютно будет непонятно что это за продукт но это то можно так можно сделать и дерьмо покакать и сделать такой что не поймешь чего дело в том что я однажды в ресторан пригласили взяли такую севрюгу что ну какой-то большой и как бы я еще в то время это было до 89 года но в ресторане я вот так вот взяла не так в рот и вдруг вот совершенно четко в мозг ты ешь саму себя просто у меня все это вылетело понятно что я побежала и все из той поры я просто потом я вспомнила что я была когда-то дельфином то есть рыбное хозяйство так сказать стихия нет одна за даже в индии прилипли много дельфинов приплыли к берегу такой никогда не было индусы сказали они прыгают так и кричали и кричали мне только я язык их забыла но я помню что я была дельфином и поэтому понимает и все прошлым летом в анапе купались в море приплыли из моря 2 дельфина сделали вокруг раз круг и опять в море уплыли посмотрели поизучали пообщались поприветствовали потому что это было ощутимо это поняли я их звала назад чтобы поближе я хочу сейчас сказать извиняюсь для вегетарианцев это очень важно что если вы почувствовали что вы больше не можете идти по этому пути то вот светлана которая 15 лет была вегетарианкой сошла на другую сторону и все нормально чувствует себя прекрасно то есть на самом деле никого не волить нельзя но я думаю что новые технологии будущего века придумают когда будут на 3d принтере делать что-то подобное мясо но это будет не животные и животных убивать не будут просто не будут рука не поднимется я за то чтобы была гуманность в мире во всем но к сожалению этого нет но я вот лично за это за гуманизм я не могу поднять руку даже на мышку на самом деле ты не могу убить даже мышку я даже муху не могу убить не муху это я с удовольствием я вон каждую пчелку ловлю так как аккуратненько ввредители типа мухи комары это все кусают кровососы всякие кровососущие мышку и зачем ее уберу ну вот наверное такая странная получилась передача она и о земном и о вечном и о еде ответов нет на вопросы на самом деле ответы на вопросы каждого человека внутри него и каждый человек находит этот ответ внутри хочу сказать одну вещь вот эта вся матрица вот это все навязанные программы это все нужно сбросить и по-честному прийти к своей природе и после эта природа будет демонической тогда самому себе честно сказать я демон например кто-то скажет и все и я вот такой такой а кто-то скажет а я ангел но честно к своей прийти природе не чтобы действительно идти по какой-то чужой линии но если человек и лягушка может выучиться летать если будет очень стараться и про это есть сказки если человек хочет поменять свою природу но вот как в индии до касты если он хочет из касты низших неприкасаемых перейти в браминску я считаю что ему должна быть дана возможность это все есть только надо усилия помогать но усилия нужно большие но в индии сложно там в индии там там просто жестче религиозные у нас проще да у нас проще но да ну каждый человек свой выбор сделал сам и чтобы было так чтобы каждый человек сделал выбор сам где он что у нас если у нас они если мы осознанность и это есть осознанность сколько людей столько и столько и осознанность но главное что были осознанности потому что не ватники вот эти которые послушали это побеждали туда им сказали это побежали туда и они не знают точно куда они где они и зачем зачем поэтому каждый человек свой выбор должен сделать сам согласно своей природе как природе змея вот она такая зайчик он такой этот такой дал как в природе пока а там дальше эра гуманизма но это уже высшие существа должны вмешаться ну все наверно и так призывать помочь нам но только одну помоги на основу называю говорят сегодня открыты врата льва вот к этому созвездию льва обращаюсь ей там где вы помогите пожалуйста человечеству потому что я не справляюсь и так с вами была студия новое планетарное телевидение мария каркинская